так всем привет друзья заключительный этап монтажа водоснабжения канализации это павлова петушинский район так друзья позавчера я выкладывал два ролика об этом объекте значит делаю съемку все объект сдан объект принят заказчиком все было запущено сделано значит пробежимся немножко что вы тут начудили натворили а вы в комментариях меня если что меня поправите смотрите друзья значит абиссинская скважина у нас в виде по трубы пнд 32 на выходе поставлен саморегулирующий обогревательный кабель уже готовый значит два метра он уходит у нас под землю после него у нас сейчас пробежишь прям по воду вот это давайте так понимать источник забора воды этот кран что вопрос не задавать обратный клапан у нас стоит здесь держит он столб воды у нас помещение предназначен этот дом для пока еще не постоянного проживания то есть будут набеги зимой и чтобы перед отъездом слить воду вот с этого контура открываем этот кран и столб воды у нас падает где-то метра метр на 3 на 4 под землю до уровня статического который стоит на скважине вода далее насосная станция у нас идет про нее уже рассказывал в прошлом ролике это венгерская станция с максимальным напором 40 метров немножко она слабоват нас подвела подвернул я сразу отрегулировал где-то на три с половиной атмосферы но не пошла станции не захотела выключаться выключается только на 3 на 3 атмосферы ну ничего страшного для одноэтажного дома и вполне приемлемо далее у нас идет сливы заливной кран чтобы с пробкой каждый раз в неделю по выходным не мучиться когда уже хочется выпить и там отдохнуть на даче не искать ни ключа ничего повернул ключ прямо повернул кран из бутылки налил включил кнопку все у вас появилась на даче вода далее у нас после насоса идет развилка 32 трубой запорные вентиля фильтр колба 10 дюймов аквафор здесь перед фильтром выведен кран и там на улице тоже кран поливочный на огород далее идет гидроаккумулятор для чего мы его здесь прицепили я уже рассказывал прошлом ролике значит прицеплен он вот таким способом с нижним и предусмотрен также чтобы из него так и так выйдет вода ребятки но все равно нам там останется а там у нас стоит угольник металлический поворотные чтобы он не разворозился вот пришлось не пришлось а нужно было сделать вот такой примитивный сливной кран так что когда всю воду заказчик сольет поставляет сюда какую мисочку открывает отсюда пол-литра вышло еще и вы спокойно дайте далее вы у нас поставлен водонагреватель арестон арестон у нас 100 литров большой котелок также я про него говорил что были проблемы как его повесить но проблему мы естественно решили взяли три с половиной сантиметра из 50 и 35 доску строганную сухую к костыли значит глухари 120 на шайбах из той стороны так же ну и костыли пожалуйста вкрутили как раз они вот у нас весьма здесь проходит отсюда при подальше выходит все висит мертво сюда естественно пришлось тоже подложить для вертикально для вертикального положения вот так вот значит предусмотрен у нас слив это байпасный узел сливной кран вот сейчас как раз мы заказчику показываю как сливать открыли сливной кран открыли вот этот кран этого кран водозаборной если я вообще перекрою то там будет сливаться у нас ну для 3 чтобы мгновенно вышло по этой трубе у нас вода в канализацию сюда поступает воздух чтоб там не создавался вакуум и спокойненько вся водичка у нас уходит так вот это у нас больная котельна так вот получилось ребятки думаю неплохо получилось как обычно да еще насосную станцию поставили так как дом древянный поставить на такие подушечки практически вибрации нету стены не шумят не жужжат все очень отлично так далее вот это санузел у нас так ребят я показывал пустой он был поставлен душевая кабина самые примитивные без крыши без всяких дополнительных гидромассажей fm-радио телефонов и так далее вот заказчик приобрел такую примитивную обыкновенную душевую кабинку все что-то предусмотрено помылся повесил душевую все сейчас душевая у нас в этом положении это мы показываем как надо сливать значит воду на зиму ну или выходной так вот так она у нас выглядит подсоединение на шлангах два запорных крана здесь у нас будет не будет заказчика будет раковину умывальник вот сейчас мы как раз сливаем воду вот смотрите из водонагревателя вот таким напором у нас раз выходит вода это благодаря тому что мы на горячую воду перед водонагреватель поставили горят кран который открыли сейчас я показывал и который сейчас поступает именно воздух иначе был бы вакуум и горе горе вам видать со сливом надолго это сливной кран со всей линии холодной воды а с горячей воды мы поставили байпас то есть верхний у нас вода горячая труба она постепенно переливается в холодную воду и холодная вода уже уходит в канализацию естественно чтобы горячая вода у нас перелилась в холодную нужно везде открыть ребятки смесители когда зимой будете взять смеситель в среднее положение также здесь смеситель в среднее положение не так не так не так а вот именно посередке поднимаем и сюда поступает воздух и то есть смеситель у нас освобождается от воды иначе приедете и будет у вас труба лопнет не труба лопнет сам смеситель это дорогая замена так это у нас кран на стиральную машину далее линия пошла в котельную здесь отвод у нас на унитаз поставлен был унитаз в таком положении унитаз санита вот какие гейзеры у нас бьют туалете лифт и так далее и тому подобное так не звонит ребятки ну сейчас пусть пока начну что я скажу ребятки вот такой вот у нас получился бюджетный как бы сказать бюджетный водоснабжение дома ну и канализация на смотреть ребятки все пальчики если что ставьте вверх или вниз то обязательно хоть я буду знать что кто-то оценивает нашу работу с вами была компания тепловода рост и зарях его зуева подписываемся на канал ребятки всем пока